Далеко не всегда люди с ограниченными возможностями здоровья могут творчески себя проявить. Почувствовать себя нужными, сделать что-то полезное. Оказывать им такую помощь старается Алексей Фураев, генеральный директор благотворительного фонда «Рождественская звезда». Один из его проектов – Центр социальной адаптации и интеграции для инвалидов «Звездочка» направлен на поддержку и самовыражение людей с ограниченными возможностями. В 2016 году он был отмечен премией губернатора Московской области «Наш Подмосковье». Проект занял третье место в номинации «Доброе сердце». Самое печальное для нас – это когда людей забывают. И людей с ограниченными возможностями забывают чаще всего. Они становятся никому не нужны. И вот здесь мы их пока мало, но подтягиваем. Для участия в проекте были приглашены пять людей с ограниченными возможностями здоровья. Общими усилиями сделали 12 деревянных заготовок символа верности и любви двух гусей. Внесли свою лепту ученики Щелковской художественной школы. Ребята признаются – в каждом миллиметре работы они оставили частичку своей души. В День семьи, любви и верности в театрально-концертном центре Щелковский театр деревянные поделки вручили семьям, которых связывают вместе десятилетия. Они с удовольствием получали эти подарки, потому что у них на глазах были слезы. На все такие идеи, связанные с социализацией детей, связанные с выходом на какие-то объекты социальной сферы, мы всегда очень с удовольствием, так скажем, откликаемся. И когда Алексей Владимирович к нам обратился с этой просьбой принять участие в таком социально значимом проекте по поддержке одаренных детей, в первую очередь, нашей художественной школы, по поддержке детей и людей, так скажем, с особенными возможностями, с особенными, так скажем, потребностями, мы, конечно, с удовольствием, наши дети откликнулись на этот проект. Мы уже, когда их раскрашивали, было очень приятно, что все поучаствовали в этой работе. И потом она уже стоит на полках семей, которые уже долго живут вместе. В этом году Алексей Фураев также участвует в конкурсе на соискание премии «Наша Подмосковья». На сей раз его проект «Рождественские елки на Щелковской земле» предоставляет возможность ощутить атмосферу праздника всем подопечным благотворительного фонда. Алексей уверен, главное – это полезные дела, помощь тем, кто в ней так нуждается. Результаты конкурса «Наша Подмосковья» будут известны уже в ноябре.